Друзья, всем привет! В этом видео мы с вами попытаемся сделать предсказания на ЕГЭ по истории в 2024 году. Ну что же, поехали! Делать предположения в нашем предмете непросто, потому что наши любимые разработчики достаточно непредсказуемые товарищи. И смотреть на волны тоже не очень полезно, потому что задания в волнах, имея в виду досрочный, основной период и резерв, они варьируются, они меняются, и во всех трех волнах, как всегда, есть как очень сложные, странные задания, так и нормальные базы. Поэтому на волны мы сегодня с вами ориентироваться не будем. Начнем с первой части. Тут нам следует ожидать огромное количество вопросов по Великой Отечественной войне. Великая Отечественная война у составителей постоянно попадается, ну помимо базовых заданий 8 в первой части, 17 во второй, попадается в заданиях в первом, в пятом. На ЕГЭ 2023 года было очень много карт по Великой Отечественной войне, поэтому ее мы, конечно же, учим на профильном уровне. И если вдруг вы не помните, кто такой Ванников, когда была взята Одесса, где происходила Корсунь-Шевченковская операция, не можете ее район показать на карте, то вы перепроверьте себя и обратите дополнительно внимание на какие-то вот такие нюансы и мелкие факты, потому что это те вещи, которые реально спрашивают на ЕГЭ по истории, которые есть в сборниках у составителей, и они про них помнят. Ну и помимо Великой Отечественной войны, конечно же, всех волнует. А где же будут спрашивать события 2022 года? На ЕГЭ по истории, как нам пишут ФИПИ, эти события могут попасться в заданиях с первого по шестое. Но на самом деле чаще всего мы их видим в задании номер 5 на личности, поэтому личности по этому периоду по учебнику, пожалуйста, поучить. В заданиях со второго по четвертое никаких сложностей быть не должно. Это задания базового уровня сложности, они ежегодно решаются хорошо. Вы можете посмотреть наше задание по статистике, по решаемости этих заданий, и убедиться в том, что здесь никаких эксцессов не ожидается. Поэтому на этих заданиях можете выдохнуть и за них сильно не переживать. А вот задание 6, задание по тексту, это интересное задание. В прошлые годы я всегда говорила о том, что ждите сложных текстов в текстовых заданиях, в 6 и в 13-14 во второй части. В этом году я так говорить не буду, потому что постепенно выравнивается вот эта вот практика на сложные тексты, и попадается, как правило, две трети вариантов нормальные тексты, очень базовые, там, не знаю, смуты, вангрозные, что-нибудь еще подобное. И одна треть это уже какие-то сложные, заковыристые тексты по типу там перестройки или что-то из 20 века. Но даже если вам в 6-м задании попался легкий текст, вы не знаю, там видите, минной и пожарского, и думаете, что это смутное время, вы все равно его внимательно почитайте, и также внимательно прочитайте каждый тезис в задании 6, потому что даже вам может показаться, что текст легкий, и не нужно каких-то тут больших сил прикладывать, не нужно быть внимательными, и вы можете ошибиться просто из-за невнимательности, хотя вы знаете, что это текст, что это событие, и какие там пункты действительно нужно выводить. Поэтому здесь, чтобы не допустить ошибок по невнимательности, очень подробно разберите каждое суждение и увидите в том, что оно соответствует тому, о чем идет речь в тексте. В заданиях по культуре, это задания 7, 15 и 16, помимо базовых вещей, по типу там домостроя, повести временных лет, хожения за три моря, попадаются и интересные моменты. Например, на ЕГЭ 2023 года в задании 7 попался Щепкин, как создатель русской актерской школы. Нередко вылезают деятели науки, особенно в задании 15, любят с ними давать марки. Попадаются киноафиши в заданиях 16, и это всегда самые провальные варианты, самые провальные задания, потому что никто не помнит, когда какой фильм был снят и кто его снимал. Повторите кино в том числе, ну и, конечно же, повторите портреты основных писателей, потому что в задании 16 писатели тоже стали все чаще добавлять. Спрашивают, какой писатель относится к тому или иному периоду, ну вот, который у вас будет указано в задании 15, и, допустим, назовите одно любое его произведение. Поэтому писатели, знаете, в лицо нам для задания 16 тоже очень нужно и полезно. Теперь посмотрим на оставшееся здание второй части. Здесь нас встречает задание 18, здание, наверное, которое волнует большинство из вас. Что же там будет? На ЕГЭ 2023 года в задание 18 попадались очень странные ситуации, очень странные события. Например, просили указать три последствия битвы под Танненбергом, это битва в годы Первой мировой войны, или последствия реорганизации машино-тракторных станций, НТС в РТС, когда реорганизовали. И все были, конечно же, этим шокирны. Мне кажется, я не знаю, это ничем не обоснованно, просто мое мнение, что составители, они как бы использовали все базовые события на ЕГЭ прошлых лет, и им нужно было что-то новое. И вот на ЕГЭ 2023 года они обратились к очень сложным событиям и процессам. И, возможно, по этой причине в этом году у нас поменяли формат задания 18. То есть немножко изменили формат, что позволяет им использовать те же самые базовые события, которые они уже когда-то в экзаменационные работы засовывали. Поэтому я бы здесь не ждала каких-то больших сложностей, битв под Танненбергом, Пригумбинами или еще чего-то такого. Мне кажется, что все-таки здесь будут базовые вещи. Но, опять-таки, это только мое предположение о том, с чем связано вот это изменение формата. Возможно, оно не оправдается, но в любом случае это задание повышенного уровня сложности, и к нему нужно, конечно же, целенаправленно готовиться, уделять ему отдельное внимание. Задание 19. ЕГЭ 2023 года тоже показало себя с такой интересной, необычной стороны. Потому что помимо базовых терминов по типу «избранная рада», «коллегии», «русская правда», добавили и термины «профильные», «неочевидные», по типу «чилобитная», «пионерия», «социалистические соревнования». Вот все эти вещи тоже нужно изучать. Когда вы готовитесь, тоже нужно учиться писать их определения. И мне здесь даже кажется, что не так важно выучить определение этих терминов, а как сколь важно научиться самостоятельно формулировать определение терминов. Потому что, ну что, вы не сможете сформулировать термин «пионерия» или «чилобитная» или «любое другое». Просто если у вас есть этот навык, как делать, как составлять определение термина, из чего, из каких частей оно состоит, то вам будет легко решить абсолютно любое задание 19, что бы вам там не попалось. Возможно, вы очень сильно переживаете за задание 20 и смотрите этот ролик только из-за него. Но здесь я спешу вас огорчить, потому что по поводу этого задания у меня никаких предсказаний не будет. Оно достаточно рандомное и попадаются самые разные вещи. Поэтому тут просто решайте то, что есть уставители, просто смотрите, на что они больше обращают внимание. Но я для себя, честно говоря, таких паттернов не увидела, чтобы вот на что-то они смотрели больше, чем на другие темы. Поэтому, да, готовимся в этом задании ко всему. Ну и задание 21. Это тоже поле для творчества наших разработчиков. Вот в прошлые годы все говорили о том, что Артасов очень любит Францию, поэтому постоянно в задании 21 всемирку запихивает именно Францию. Да, действительно, Франции было достаточно много, не подавляющее большинство заданий, но много. И это связано не с тем, что Артасов любит Францию, хотя, возможно, он ее и любит очень сильно, а с тем, что история Франции просто достаточно подробно рассказывается в учебниках школьных по всемирной истории. А так, помимо Франции на ЕГЭ попадались и Англии, и Соединенные Штаты Америки, и Балканы, и Айзия, и древность, и чего там только не было. И события, вплоть до чуть ли не современной истории, например, на ЕГЭ 2023 года, была политика США в 1980-90-е годы. Поэтому вот эти вот периоды, близкие к современности, тоже повторите, если вы готовитесь к решению аспекта по всемирной истории в задании 21. В целом, я хочу вас призвать не фокусироваться на каком-то одном задании в оставшееся время или на какой-то одной теме, на ее повторение, только если это не какая-нибудь Великая Отечественная война, с которой, конечно же, много нужно работать и повторять ее особенно усиленно. Лучше сфокусируйтесь на своих пробелах, поищите, где у вас есть какой-то недостаток знаний, и постарайтесь за оставшееся время его восполнить. Ну а повторить всю теорию передвига по истории можно вместе с нами на курсе Refresh, где мы за несколько таких очень больших занятий повторим абсолютно все и даже успеем попрактиковаться. Ссылка на запись на курс Refresh есть в описании под этим видео. Надеюсь, что у вас на экзамене попадутся только легкие и понятные для вас задания, а все ужасти, которые я сегодня называла, пройдут мимо вас стороной. Это была Ира, онлайн-школа Вебиум. Увидимся на следующих занятиях. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok